Друзья, в честь майских праздников я решил устроить небольшую акцию для подписчиков канала. При заказе портрета на дереве размера А3 в моей мастерской по выжиганию Woodenfire вы получаете портрет размера А4 бесплатно. Отзывы и примеры работ можно найти по ссылке в описании под видео, а для заказа просто напишите мне ВКонтакте в личные сообщения. С праздником вас! В ряду самых знаменитых борцов стоит имя олимпийского чемпиона Мельбурна в тяжелом весе Анатолия Парфенова. Прошедший огонь и медной трубой Второй мировой, он сумел после войны завоевать олимпийскую медаль. Родился прославленный борец в подмосковной деревеньке Дворниково в 1925 году. С юного возраста Анатолий выделялся среди своих сверстников недюжиной физической силой. В 1940 году Парфенов пошел в ремесленное училище города Воскресенска, по окончанию которого поступил на работу слесарем на ткацкую фабрику имени Цурюпе, что находилось неподалеку от дома. Когда началась Великая Отечественная, Анатолий пошел воевать в действующую армию. На тот момент ему было всего 16 лет. Начал он свою службу пулеметчиком. Свой первый подвиг совершил при форсировании Днепра. В октябре 1943 года в районе поселка Гридежск штурмовому отряду, где служил Парфенов, было дано задание. На подручных средствах переправиться через Днепр. С пулеметным расчетом отряд тихо плыл по реке. Однако нацисты включили прожектора, и ураганный огонь обрушился на наших солдат. Почти все бойцы погибли, а Анатолия взрывной волной выбросила в ледяную воду. В этом бою Анатолий был ранен в голову и руку, но отважно продолжил сражаться с противником. Потом он залечивал раны в госпитале. Мужественный солдат был награжден орденом Ленина, который ему вручили только после войны. После госпиталя были курсы механиков-водителей. И старший сержант Парфенов стал командиром 34-ки в составе 108-й бригады 9-го танкового корпуса, которым командовал генерал-майор Баранюк. Висло-удрская операция Анатолий Парфенов вновь совершил героический поступок. Первым пошел на прорыв вражеской обороны по минному полю. 34-ки утюжили окопы противника, когда нацистские танки из засады вновь открыли огонь. Видя, что снаряды угрожают командиру бригады, Анатолий подставляет свой танк, прикрывая им генеральскую машину. За этот бой, в котором Парфенов снова получил ранение, его представили к ордену Отечественной войны. Войну в звании старшего сержанта Анатолий Иванович закончил в Берлине. В 1946 году Парфенов демобилизовался, стал слесарем на родной фабрике. В 1951 году с друзьями поехал на столичный стадион «Динамо», чтобы посмотреть игру любимых футбольных команд. В перерыве спустился в борцовский зал, который находился под трибуной. Увидев богатыря, борцы попросили его поднять тяжелую штангу. К их удивлению, он легко справился с весом. Тогда тренер борцов Андрей Гордиенко попросил его встать на мост. Анатолий встал, но Бошин встал в 1976 году олимпийским чемпионом Монреаля, где ему доверили честь быть знаменосцем нашей олимпийской команды. В январе 1993 года Анатолия Ивановича не стало. На мраморной плите на сельском кладбище выбита надпись. «Здесь покоится богатырь земли русской, великой души человек, олимпийский чемпион Анатолий Иванович Парфенов». Спасибо вам за просмотр. Если понравилось видео, обязательно поставьте лайк. Также вы можете посмотреть видео о человеке удивительной судьбы – Петрове Василия Степановича. Он в 23 года командовал полком в звании подполковника и был дважды героем СССР. Также на войне он лишился обеих рук, но продолжил воевать. Субтитры создавал DimaTorzok